Сейчас на данный момент воду мы спустили, осталось небольшое провисание потолка. Но на всякий случай Светлана Пряникова не убирает тазик и клеенку с кровати. Вдруг начнет снова капать, как это было в выходные. И вот так вот время от времени подбегает вода. Светлана вместе с супругом взялись выгонять воду из-под натяжного потолка. За день набежало два тазика, и это уже второй раз за весну. Первый раз вода побежала с потеплением. В конце марта. Ладно бы просто вода стекала по стенам, но пострадала проводка. А это уже страшно. Вот суббота-воскресенье мы были без света. Сейчас мы свет включаем, пользуемся всем. Например, ребенок у меня полностью в комнате не может не заниматься. Она здесь не спит, потому что обещают опять погодные условия, что у нас изменится и будет снег. И так пять лет, рассказывает Светлана. Основная беда – прохудившаяся крыша. А это чердак над квартирой Светланы. Здесь прекрасно видно, как течет талая вода. То есть до сих пор еще плита сырая, солевые отложения. То есть все это стекает вниз, а под камнями остается догадываться, в каком состоянии плиты. Супруги добивались, чтобы ЖУ-4 почистили крышу. Но не дождались. Самим пришлось взяться за лопату. В управляющей компании о проблеме знают. Крыша над Пряниковыми – самое проблемное место. Больше никто из жильцов дома не жалуется. Над этой квартирой вообще-то серьезная проблема. Там разрушение бетона – это необратимый процесс. То есть там осыпаются края приемных лотков. Но самая основная проблема в том, что центральный лоток, он уже бетон расслоился, как слоеный пирог. Но это все делается. Делается. Только вот работы, говорит мастер, начнутся не раньше мая. Когда уже установится постоянный плюс и днем, и ночью. И на долгой этой починки навряд ли хватит уверенной в управляющей компании. Нужен капитальный ремонт. А он по графику в 2021 году. Есть вариант ускорить процесс. Только много документов придется собрать. Это протокол собственников о таком решении. Второй документ – это обследование специальной организации. Действительно, что необходим капитальный ремонт. Следующие справки, они собираются у муниципалитета, запрашиваются и у нас. То есть вот этот набор документов, он представляется далее в администрацию муниципалитета, где дом расположен, и отрабатывается уже на комиссии муниципалитета. Уйдет на все не меньше года. Да и потратиться придется. Возможно, даже увеличить взносы за капремонт. Но в фонде уверены, беда с домом по счерса 28 – другая. Дело не в сроках капремонта, а в том, что текущие работы делают некачественно. В любом случае, семья Пряниковых ждать не намерена. Заявление 19 марта на ЖУ-4, акт технического обследования и акт от 31 марта, подписанный с жильцами нашего подъезда. Светлана говорит, супруг уже составляет с юристом иск в суд на управляющую компанию, чтобы коммунальщики вернули деньги за испорченные потолки и сделали качественный ремонт крыши. Артем Михалков, Евгений Усульбереков. Новости. Седьмой телеканал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова